Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Инкоу, 5 июля Мы напрасно высматриваем японцев Ездили на взморья, но и там их нет Ни одного судна, ни одного корабля Может быть на горизонте, вон, что-то темнеет Это джонка со спущенными парусами Вот проходим и последнюю землю Берега Устья Ляо Хе Плоские, напоминающие нашу стрелку на Неве берега Вот наши последние укрепления Издали это просто бугорок, но вблизи целая крепость На высоких валах этой крепости наши солдаты, офицеры Тоже, вероятно, высматривают Ну что ж, назад поедем? И мы едем назад, в Инкоу Там мы обедаем в Манчургаусе Нам подают чуть не десять блюд Над нашими головами плавно качаются громадные опахала Там встречаюсь я с Василием Ивановичем Немировичем Данченко Он поправился, отдохнул и завтра утром выезжает на наши передовые позиции Чтобы таким образом проехать в отряд графа Келлера Японцы завтра, вероятно, высадятся здесь? Они в порт Артур ушли Полторы дивизии Дело в том, что если верны слухи, то они понесли большой урон Свыше двадцати тысяч И ушли они на пополнение убыли Или просто решили взять во что бы то ни стало порт Артур Взять его возможно? Невозможного ничего нет Другой вопрос, чего это будет стоить? Если они не остановятся перед жертвами? Ваше мнение, остановятся? Нет И помешать нельзя? Если б у нас сию секунду было еще тысяч двести К осени будут К осени четыреста еще, если не больше, надо Так мирно и приятно на набережной маленького города Инкоу Веселые китайцы продают зелезные персики Прекрасные абрикосы Маленькие скороспелые яблоки В магазинах бойко распродается всякая заваль по тройным ценам Но в отношении вещей и эти тройные цены на продукты не кажутся дорогими Например, белый мужской костюм 10 рублей А в обыкновенное время он стоит 3 рубля 50 копеек Но фунт ветчины стоит рубль Фунт сахару 40 копеек С нами приехал солдат, который с офицером своим, поручиком Бенгржиновским Едет в порт Артур Оба они приехали оттуда и теперь возвращаются Выехали они из Артура 26-го Ничего особенного не сообщают Все, что уже известно Севастополь будет готов через месяц Было несколько небольших схваток Кроме одной более крупной, где на стороне японцев Влегло будто бы 6 тысяч А на нашей до 500 человек Ну что ж, голодаете вы там в Артуре? Спрашивают солдаты Молодой с Георгиевским крестом Он смотрит уверенно С сознанием своей заслуги В Артуре у нас Вот как голодают Сахар был по 12 копеек А сейчас 15 А у вас 50 копеек Булка хлеба была 7 копеек А у вас 20 копеек У нас надо в день 2 рубля мне прожить А вам дают теперь суточные? Никаких нет 7 рублей было Все здесь за 3 дня и прожил А мясо ел раз Тут у вас на воле А много хуже, чем у нас в неволе И дешевле, и веселее, и музыка играет А мясо почем? Мясо дорого 20 копеек А здесь 30 копеек Вот она, воля А правда, что в Ляо Тишане Два японских миноносца Разбили все батареи Только и разбили сторожевой пост До одного ранили А флот наш выходит? Выходит Только все больше легкие суда Броненосцы там стоят В них что? Крепость, она и больше ничего 7 часов вечера И опять начинается прилив К 12 дня и 12 ночи Отлив Высота прилива 2 сажени И тогда осадка судов на баре Достигает 24 футов Теперь в Инкоу стоят 4 парохода Проскакивает иногда и контрабанда Но и попадается Один пароход попался с железом А другой тоже с какими-то товарами Оба были пущены японцами ко дну Рискнувшие понесут большие убытки Надеялись они, что с выходом наших 10 июня блокада ослабнет Мы возвращаемся обратно Один господин возмущается китайцами Так мы никогда не победим О каждом нашем шаге китайцы доносят Что же против этого делать? Что? Во-первых, в каждой деревне Выпороть ихнего старшину А во-вторых, объявить ему Что если на сопках появится хоть один китаец То из его деревни 50 человек И он сам будут расстреляны Должен заметить Солком непричастный Вступился в защиту китайцев Да как хорошо Толково, умно Он тоже знает 8 лет Китай Он видел, что здесь делала В блаженной памяти Первая пограничная бригада Как она кормилась даром За счет населения Как она создала Китайские беспорядки Каких трудов стоило После восстания Ввести все в законные нормы Как развешивались По деревням объявления Что брать насильно Никто не смеет у населения Что покупать можно только По вольным ценам Как сурово приходилось Наказывать пожелавших Денежное довольствие Класть себе в карман А кормиться за счет населения Даром На этих днях Еще одного такого Из-за таких же казаков Засудили на 15 лет Каторжных работ И если что И спасает наше дело Так именно Надлежащее отношение К китайцам Вежливость Справедливость Понимание И уважение их культуры Все те Которые так поступали Во время китайских беспорядков Не пострадали Если попадались в плен Возвращались Благополучно назад Замучивали Только несправедливых Надменных Корыстных И как отлично Китайцы знают Кто чего заслуживал Согласитесь Странно как-то Слышать такие речи И от интеллигента И от казака А впрочем Старый масштаб К которому мы привыкли Приходится бросать Одни назад ушли А другие выходят На смену из таких мест Откуда не ждал их никто Что может быть путного Из Галилеи Много Верить во что-нибудь надо И я верю В Галилею 5 июля Дашичао Собрались мы опять Все только на поезде Отвозившим нас Обратно в Дашичао Были защитники Китайцев Несколько лиц Василий Иванович Немирович Данченко Офицерик Казак Я Защитники китайцев Рассказывали нам Об одном оригинале Который теперь признан Сумасшедшим И который на карточке Своей внизу подписывал Юдафил Как видите Закончил он свой рассказ У него всегда были Странности И он показал Пальцем на свой лоб Мы молча слушали Потупившись офицерика Надо заметить Что китайцы фоб Как человек С высшим образованием Да к тому же и с прекрасным Общественным положением Считал себя Несомненно Апостолом Высших истин Теперь он сидел Смотря на мелькавшие В окнах Вагона сопки И поздно Упрекал себя Что снизойдя До разговоров В таком обществе Тем самым Поставил себя В неловкое положение Еще неприятнее Чувствовали себя Вероятно Все сопровождавшие Его подчиненные По виду Люди все Интеллигентные В Дашичао Приехали уже Вечером Видел Гучкова Демчинского Гучков деятелен И видимо Захвачен делом Демчинский Умирает от жажды И от отсутствия Новостей Пришли сведения О сегодняшнем деле У генерала Гершельмана Мы отступили Но по всем правилам И положили Около тысячи Японцев Тогда как Сами потеряли С небольшим Сотню Имя генерала Гершельмана Произносится здесь Всеми с большим Уважением Один офицер Которого я называю Барометром Проведший со мной Вечер Говорит Это дельный И умный Генерал Его донесения Заслуживают Полного доверия Ну-с А кто прав Желающие Наступления Или желающие Выждать Пока соберется Армия Которая действительно Сможет наступать Мой дипломат Потер переносицу Сделал гримаску И заговорил Видите ли На этот вопрос Так сразу не ответишь Кто прав Оба права Подсказал я Да Чтобы вы знали Что обе стороны правы Вы пожалуйста Не смейтесь А я говорю Совершенно искренне А вы ведь Понимаете Что мне решительно Все равно Чья бы сторона Не восторжествовала И там и тут Я кусок хлеба Буду иметь И не в этом Конечно дело А в том дело Что например На бой у Вафангоу Первого и второго июня В своих доказательствах Ссылаются обе стороны Одна сторона говорит Видите Нас победили А другая возражает И до 12 часов дня Победа была в наших руках Вы видите Я говорю Совершенно искренне Не только вижу Но и обоняю Пахнет жареным Это вы говорите Я конечно Ну теперь скажите Что нового в отрядах Оставляем ли мы Дашичао Следовательно И Инко Правда ли Что Куроке Начал наступление По всей линии У графа Келлера И что это Диверсия Для отвода глаз Наших От порт Артура А видите Сегодня я читал В Маньчжурском вестнике Пожалуйста Не трудитесь Передавать Я вчера еще читал Но в таком случае Вы знаете Больше моего А китайцы Больше нас Обоих вместе взятых Поверьте Что китайцы Ничего не знают Правда ли Что наша тактика Требует изменения Все на свете изменяется Это общее А в частности Еще большой вопрос Как ваши транспорты Во всяком случае В смысле честности Дело поставлено Безукоризненно В этом я сомневаюсь Но расход В сравнении С турецкой компанией Будет ли больше Меньше или меньше Отнесенный Конечно К пулу и версте Но чтобы ответить На этот вопрос Нужно иметь В руках результаты А пока война Не кончилась Их не может же быть Пауза Может быть Еще желаете О чем-нибудь спросить Я столько уже получил От вас интересных сведений Я спросил бы вас Пожалуй О нашей железной дороге Но я сам Так много езжу по ней И наконец Это моя прямая специальность Мы приветливо Жмем руки Друг к другу И расстаемся Штаб Долго предполагает Оставаться В Дошичау Ничего неизвестно Голос его искренний Он разводит руками И исчезает В темноте Я возвращаюсь В вагон Подходит Какой-то Боинский поезд Пред моим окном Останавливается вагон Ленивый разговор В вагоне И всяких пустяках Ба И ты приехал Зачем В инко уеду Дальнейший разговор Для опубликования Неудобен Я на мгновение Заглядываю Через свою занавеску Открытое окно вагона Горит свечка И пламя ее волнуется На вздутом Волосатом Молодом И добродушно Пошлом лице И на всклокоченной Русой голове Я закрываю окно Тушу свечку И в голове Проносятся последние мысли И впечатления дня Что-то было сегодня Удивительно трогательное Да Как я мог забыть Мне передавал это человек Заслуживающий Полного доверия Во время одной Из схваток Этих дней Под Гайджоу Сцепились в рукопашную Японец и наш солдат Их так и нашли Обоих В бесчувственном состоянии Рядом У японца Оказалась пробитой Голова лопатой За которую Как за последнее оружие Ухватился солдат А у солдата Была порезана рука И сквозная рана Пулей в грудь На вылет Я вхожу в вагон Рассказывает мне очевидец И вижу такую картину Внизу на койке Лежит без сознания Или тяжело спит Японец А с верхней полки Наклонившись к японцу Отмахивает от него Мух раненый солдатик Оказывается Судьба опять Свела их вместе Здесь в санитарном вагоне В котором обоих Отправляют харбин Они узнали друг друга Японец улыбнулся И теперь спит А солдат Отгоняет от него Мух Я вспоминаю Что так и не попадал У Сергея Ивановича На перевале Его друга Раненого солдата Ах, голубчик мой Он трижды ранен И мало надежды Но он верит Ну, говорит Дал бы только Господь оправиться Опять в часть Вернусь Должен я Свою обиду снять Нет, шалишь Я его Ни полей Ни штыком Дай срок Дорвусь Да в морду Да в морду Его Чтоб помнил И детям своим Не велел С русскими солдатами Связываться Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова